Для ребят из Донецкой Народной Республики завершаются летние каникулы в Кемеровской области. 47 школьников из Горловки на протяжении трех недель знакомились с культурой, историей и обычаями Кузбасса и России в рамках культурно-досуговой программы «Сибирская сказка». Школьников ждали экскурсии по Кемерову и Новокузнецку, посещение достопримечательностей региона, мастер-классы. Ребята побывали в Ботаническом саду, Планетарии, музеях-заповедниках, Томской описанице и Красная горка, Краеведческом музее и других учреждениях истории и культуры. Напомним, в День России было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Кузбасса и администрацией Горловки, закрепляющее договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Домой ребята увезут море впечатлений и эмоций, а сейчас благодарят Кузбасс за тёплый приём. Горловка – это город, расположенный в 50 километрах с севернее Донецка. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР. Посёлок неоднократно подвергается обстрелам украинских военных. В городе разрушены объекты жизнеобеспечения, социальные сферы, дороги. Для сбора средств на восстановление города, организованного по инициативе добровольцев Кузбасского студенческого корпуса спасателей, открыт специальный счёт с реквизитами. Перевести денежные средства можно также по специальному QR-коду. Да, мы все сейчас знаем, что происходит на Украине. Мы, как молодёжь города, Ленинск-Кузнецкого молодёжного центра, призываем всех активистов, наших активистов города, помочь жителям ДНР. Нам необходимо помочь жителям города Горловка. Это можно сделать по QR-коду. Всё это делается через БЕР. Наши активисты уже поучаствовали в этом, активно принимают участие в помощи. Достаточно любой суммы, чтобы помочь жителям. В Ленинске-Кузнецком к сбору присоединились сотрудники предприятий, работники бюджетной сферы, неравнодушные горожане. Одними из первых помощь оказали специалисты Ленинск-Кузнецкого молодёжного центра. В настоящее время на восстановление горловки кузбассовцы перевели в 866 тысяч рублей.